Сорский Карагод, Клич Полесье, теперь рост Льняная Карусель. У регионов Гомской области организуются фестивали, которые должны стать их визитными картками. На кольке это отрывается у кармянского района. Сказать по культяшка, Льняная Карусель прошла тут в первый раз. А если планы у организаторов Виолики, то и эффект должен быть ответственным. В фестивале Льняная Карусель мы задумались тем, чтобы как можно больше собрать друзей, как можно больше познакомить с нашим населенным пунктом, с территории нашей, и, безусловно, это будет привлекать и туристов, и гостей. И рассчитываем на то, что в дальнейшем будет способствовать развитию экономической составляющей. Традиции выращивания и перепросовки Льня на кармянщине наличиваются и нескольких ста годов. Хоть в уголях эта культура человечества, вядомая еще с пятого тысячи годов до нашей эры, иншая справа, что выробы Зея тогда были литерально золотыми. Ранее выробы Зея ценились вельми высоко. В старожитном Египте, например, их носили только фараоны и жрацы. Причем, кошт таких выробы напрямую залежива от их ваги. Кольки вопротка важила, стольки зае давали и золота. А прича того, вядомые такие факты. На суцветной лондонской выставе в середине 19-го сагодя коронковую длинную густку вагой 56 граммов продали за 725 граммов золотом. У Беларуси в целом и на кармянщине у приватности таких цен, правда, николи не было. Выробы Зея и Льну тут выкорствовались массово. Причем, носили их не только заможные люди. Для организации фестиваля в Укарме не только заденечили властной макшимости, а и запросили гостей из России, Украины и Италии. Плюс допомога Евросоюза в рамках проекта «Саденечание на местовом узоровне у Республики Беларусь». На выдаткованные сродки зарабили центральную пряцовку и створили Центр ресурсного забеспечения фестивалю. У Украины и Европейского Союза для нея выробы до речи так само користаются по опытам, хоть набыть их можно не кожным. В Италии не используется лен, как бы его не собирают, но пользуются постельным бельем, но пользуются этим только богатые люди. Рубашки, платья для женщин, брюки для мужчины от 150 до 200 евро. Тема лену в Карменском районе выкорствовывается не только у створений промысловых брендов, и те первые в фестивальном руху. Для района это макшимость захования народных раместов и выхования поваги до человека працы. Менавито с такой мэтой у Струкачевской средней школе два года тому створили наповедно пеший на огоньшине музей Ильну. Теперь тут не только организуют экскурсии у темнику для новочинцев зынших школ, а ле и проводят тематичные уроки. Дети приходят, ну, меньшие дети, началка, среднее звено. Приходят они просто в этом музее, можно сказать, в свободное время, они живут. Там все это расставлено так, как в доме в старом было. И очень любят там быть. На уроках белорусской литературы часто используются материалы, на уроках истории используются материалы, которые собраны в музее. В наступном году фестиваль «Льняная карусель» в Крымянском районе планует провести знову, а ле отбыться лен повинен ранее, негде у жнивни. И справа не только у божь теплого надвора, негде у гэта перейд лен квятнее, причем протягивается гэта процесс усягоня как и годин. А таму и бачили, квятнеющий лен далеко не усе. Гэта прикладна тоеш, что сноси папрацкветку. В усилякем разе счастье повинно не покидать человека на протягу як минимум целого года. Олег Синчеров, Валерий Капанько, Телерадо компания «Гомель» с кормы.